ТОП-5 самых мощных землетрясений за всю историю сейсмонаблюдений. Землетрясение в Северокурельске, 1952 год. Весь удар стихии принял на себя город Северокурельск, расположенный на острове Парамушир. Мощное землетрясение произошло 5 ноября в Тихом океане, недалеко от южного края Камчатского полуострова, с магнитудой 8,3 балла по шкале Рихтера. Его очаг находился в море за 130 километров от мыса Шипунского на глубине 2-3 километра. Курельские острова, полуостров Камчатка, остров Сахалин — все они относятся к территории Тихоокеанского огненного кольца. Так называется регион, расположенный по периферии Тихого океана и отличающийся повышенной сейсмической активностью. Дело в том, что он находится на границе литосферных плит. Подробнее о Тихоокеанском огненном кольце смотрите в 102-м выпуске «Климат-контроля». Землетрясение вызвало волны цунами высотой до 15-18 метров, которые уничтожили город Северокурильск и нанесли ущерб ряду других населённых пунктов. По официальным данным, погибло 2336 из 6000 человек, населяющих город. Сильные колебания уровня океана были отмечены в течение всего дня 5 ноября в 700-километровой зоне побережья. В Северокурильске была проведена спасательная операция при помощи самолётов и всех доступных судов. Затем значительная часть населения была эвакуирована на Сахалин. Большая часть инфраструктуры города была сильно повреждена и не подлежала восстановлению. Город был отстроен заново, а в том месте, где располагался Северокурильск, сегодня находится порт. С момента катастрофы в Северокурильске прошло уже более 60 лет. Сегодня здесь проживают около 2500 человек, занятых в основном в рыбной отрасли. Именно после этой катастрофы правительство приняло решение о создании в стране системы предупреждения о цунами. 4 место. Землетрясение в Японии. 2011 год. Землетрясение у восточного побережья острова Ханьсю или Великое Восточно-Японское землетрясение произошло 11 марта 2011 года в 14.46 по местному времени. Его магнитуда составила от 9 до 9,1. Эпицентр землетрясения был определён в 130 километрах к востоку от города Синдай и в 373 километрах к северо-востоку от Токио. Гипоцентр наиболее разрушительного подземного толчка находился на глубине 32 километра ниже уровня моря в Тихом океане. Это сильнейшее землетрясение в известной истории Японии и четвёртое по силе за всю историю сейсмических наблюдений в мире. Первоначальный подсчёт показал, что волнам цунами потребовалось от 10 до 30 минут, чтобы достичь побережья. Высота волн цунами была 35-40 метров. Цунами накрыло территорию общей площадью 561 квадратный километр. Число погибших и пропавших без вести превысило 20 тысяч человек. Около 93% погибших стали жертвами гигантской волны. Было разрушено множество домов и дорог. Цунами буквально смыли несколько населённых пунктов. В префектуре Фукусима произошёл взрыв на АЭС. Столь сильного землетрясения Япония не знала за всю историю, во всяком случае с тех пор, как ведутся наблюдения. Третье место. Землетрясение на Аляске. 1964 год. Великое Аляскинское землетрясение. Сильнейшее землетрясение в истории США. Его магнитуда составила 9,2 с эпицентром в Колледж-Фьорде в северной части Аляскинского залива, в 120 километрах от Анкориджа. Очаг землетрясения располагался на глубине более 20 километров и был приурочен к границе погружения Тихоокеанской плиты под Североамериканскую. Землетрясение произошло 27 марта 1964 года в 1736 по местному времени. Хотя землетрясение было достаточно мощным, количество жертв небольшое, поскольку Аляска малонаселена. Значительные разрушения произошли на площади в 50 тысяч квадратных миль. Множество неприятностей принесли лавины и обвалы в горах, пришли в негодность железной и шоссейной дороги. Железная дорога в штате Аляска потеряла свое портовое сооружение, мосты и многое другое. Небольшие дома, расположенные в районе оползней, переместились на несколько метров в различных направлениях, но благодаря небольшой массе и размеру не были существенно повреждены, хотя их конструкция проектировалась без учета сейсмических нагрузок. Произошло сильное изменение береговой линии. Второе место. Землетрясение в Индийском океане. 2004 год. Подводное землетрясение в Индийском океане, произошедшее 26 декабря 2004 года в 7.58 по местному времени, вызвало цунами. Магнитуда землетрясения составила от 9,1 до 9,3. Эпицентр землетрясения находился в Индийском океане к северу от острова Семёлое, расположенного возле северо-западного берега острова Суматры, Индонезия. Цунами достигло берегов Индонезии, Шри-Ланки, Юга Индии, Таиланда и других стран. Высота волн превышала 15 метров. Цунами привело к огромным разрушениям даже в Порт-Элизабет, в Юар, в 6900 километрах от эпицентра. Землетрясение было необыкновенно большим в географическом смысле. Произошёл сдвиг около 1200 километров породы на расстояние в 15 метров вдоль зоны субдукции. В результате Индийская плита сдвинулась под Бирманскую плиту. Сдвиг не был единовременным, а был разделён на две фазы в течение нескольких минут. Общее количество погибших оценивается примерно в 235 тысяч человек. Десятки тысяч пропали без вести. Более чем миллион человек остались без крыши над головой. После землетрясения в Индийском океане многие страны стали более внимательно относиться к мониторингу сейсмической активности, а также разработали систему оповещения населения и схему эвакуации в случае опасности. Была проведена работа по информированию населения. Обучали правилам поведения при землетрясениях, цунами и других катаклизмах. Сейчас подробные инструкции можно увидеть даже на двери отеля. Первое место. Землетрясение в Чили. 1960 год. Эпицентр располагался возле города Вальдивья, 435 километрах южнее Сантьяго. Сильные толчки потрясли территорию в 200 тысяч квадратных километров. Было уничтожено около 20% промышленного потенциала от Чили. Непрекращающимися землетрясениями, извержениями вулканов и гигантскими цунами было опустошено более 100 тысяч квадратных километров сельской местности Вандах. Несколько городов были почти полностью разрушены. Вскоре после главного толчка начался отлив, сменившийся перемещающимся со скоростью около 800 километров в час цунами. Оно обрушилось на прибрежную линию Чили с высотой волны около 10 метров. Отхлынув, волна двинулась в противоположном направлении. Спустя 15 часов после землетрясения цунами достигло города Хилу на Гавайях, пройдя путь в 10 тысяч километров со скоростью около 700 километров в час. Затем волны цунами обрушились на Калифорнию, удалённую от Чили на 9 тысяч километров. Остатки цунами достигли даже берегов Японии и Филиппин. Количество жертв составило около 6 тысяч человек. Причём основная часть людей погибла от цунами. Для понимания, с какой скоростью распространялась цунами, сравним её со средней скоростью современного пассажирского самолёта – 850 километров в час. Волны цунами с такой скоростью прошли через весь тихий океан. Расстояние от Парижа до Берлина волна бы прошла чуть больше, чем за один час. Здравствуйте. Мне очень хотелось поделиться с вами о взаимодействии людей в экстремальных ситуациях. Я была рождена в Таджикистане. Это была очень многонациональная, богатая страна. Богатая на национальности. 13 октября 1985 года произошло сильнейшее землетрясение. Это было уже около 10 часов вечера. Услышался гул. Страшный гул земли. Непонятно, что это было. После гула начинается земля ходить худуном. Всё рушится, всё падает. В чём ты был, в том ты и выбегаешь. Ты не смотришь уже ни на что. Ты помогаешь тем, кто там остался, чтобы вытащить их. Но, слава богу, там, где я была, там этого не произошло. То есть все спаслись, все были живы. Официально говорили, что 8, но по факту было 9,5 балла. Город Караком был просто в один миг стёрт с лица земли. Хотелось бы рассказать то, что рассказывал дедушка, когда он был военнообязанный в Ромецком ущелье. Это были две горы. Посреди этих гор находилось селение. И во время землетрясения эти горы разошлись, и всё селение в один миг ушло под землю. И горы сошлись. И что было селение, что не было. Это миг. И когда произошло всё это, люди сплотились. Никто не замечал, кто какой национальности, кто какое расповедание. А национальности были много. Это были и русские, и таджики, и узбеки, и казахи, и киргизы, и корейцы, и немцы, поляки, и белорусы. То есть все соединились как одно целое. И в этот момент стёрлось то понятие, какая национальности. Все были как единое целое. Все переживали, все помогали друг другу, кто чем мог. Сразу же поступила помощь. Поступала гуманитарная помощь. Прибыли добровольцы. И город Каракул, как феникс из пепла восстал. Благодаря помощи всему, всего населения. Были построены палаточные города. Были построены, сделали вагончики, в которых люди проживали. Были созданы все условия для того, чтобы люди жили. Кто чем мог, тем и помогал. Но самое главное, что все помогали друг другу. Независимо от вероисповедания, от национальности и религии, все были как единое целое. Мир хрупок. И что цена, каждая секунда, нужно его проживать именно с любовью в душе. В полном объеме. Любовь — это высшее понимание. Это то, что... А вот слова заканчиваются на том, как это описать, что такое любовь. Любовь — это когда счастье. Внутреннее счастье. Это настоящая жизнь. Это свобода. Можно ассоциировать любовь. Это счастье со свободой внутренней, безмерной. Это то, что стирает все границы и устраняет все страхи. Тогда не может быть ни страха смерти тела или еще чего-то, потому что человек обретает понимание, что он не может умереть. Но это приходит лишь тогда, опять-таки, когда он получает свободу. А свободу он получает лишь тогда, когда он... Главное, у него цель в его жизни — это обретение как раз вот этого стремления, и когда он сосредоточен на жизни, ну вот так скажем, тогда он ее обретает. То есть, когда большая часть сил, данных на обретение жизни, тратится на обретение жизни. И вот внутренняя именно эта целостность, именно внутреннее наполнение и целостность, скажем, в духовном плане, именно та любовь, та свобода внутренняя, оно и дает эту жизнь. Но для этого надо дойти. Нужно обрести эту свободу. Субтитры создавал DimaTorzok